Ну это нормальных природных мускулов, перейдем к металлическим мускулам. Есть такой вид, ну я не знаю, спорт не спорт, а по крайней мере развлечение. Это автогонки, любители скорости. Да, ну это спорт, естественно. Собираются не только в мировом масштабе, но и в локальном. И вот сегодня мы встречаем с Сергеем Жарковым, организатором автогонок у нас. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро, Сергей. Поговорим о дракрейсинге, насколько я понимаю, да? Да. Вообще этим летом, я так понимаю, не так много гонок было в окрестностях Екатеринбурга. С чем это связано или может быть у меня неверная информация? Вы правы, этим летом действительно автогонок было очень мало. Организаторы не смогли организовать все, что они хотели. И тому виной несколько причин. В первую очередь это сложности согласования с властями, с администрацией, с чиновниками. Ведь надо очень много получить по разным инстанциям. А что, с этого года какие-то новые правила ввели или что? Вот непонятно, но почему-то все чаще стали отказывать, хотя требования выполняются все те же самые. А вообще автогонки по-прежнему востребованы среди участников. То есть нельзя сказать, что дракрейсинг выходит из моды? Нет, ни в коем случае. С каждым годом только больше и больше спортсменов, но они пока вынуждены заниматься этим нелегально. Гонки проходят реже, но они все равно проходят, да? И сколько состоялось и какие ждать в ближайшее время? Состоялось в этом году не так уж много гонок. По-прежнему проводится исправно ралли. Ну, это гонки, как правило, по пересеченной местности, и проходят они все за городом. А в черте города никаких гонок совершенно в этом году не было. А что ждет на Старопышминской трассе автолюбителей? И не будет ли проведение вот этих гонок мешать другим участникам движения на этой трассе? Ну, другим участникам движения это мероприятие вообще никак не помешает, потому что участок этой трассы тупиковый, и он не используется, никуда не ведет, поэтому там никто не ездит. Именно благодаря этому мы получили одобрение от администрации на проведение мероприятия. Ясно. Вопрос о кусок асфальта, да? Большой кусок асфальт. Да, это недостроенный участок трассы, который должен был соединять поселок Старопышминск с Режевским трактом. А ждать нас будет целых два мероприятия в эти выходные. 28 числа в субботу будет соревнование или тренировка, что-то такое среднее промежуточное. Так вы же определитесь. Промежуточное перечень. Да, соберутся друзья, товарищи, знакомые, ну и просто ждем всех желающих. Да, вот кто может участвовать? Действительно все желающие или там нужен специальный автомобиль, то есть какие-то определенные уровни мастерства вы как-то оцениваете? Участвовать могут все желающие, мы открыты абсолютно для всех. Сбили меня с мысли. 28 числа будет автослава между конусов на лучшее время, а 29 числа будет классический драгрейсинг, гонка на 402 метра на ускорение по прямой. Это все будет на старой Пашминской трассе. И все-таки, то есть вот даже если любая машина приедет, вы ее допустите до участия в соревнованиях, или есть какие-то отборочные соревнования, надо где-то себе репутацию заслужить? Это, опять же повторюсь, не совсем соревнования, а тренировка и электронный хронометраж. И ездят там друг с другом люди, которые договариваются прямо во время мероприятия. У него был автомобиль, ему интересно проедет ли он быстрее, они договариваются и проезжают. Ну, либо по отдельности просто замеряют время прохождения дистанции, так как... Да, то есть можно и так. Да, там у нас стоит система электронного хронометража, которая работает с точностью до тысячных долей секунды. И туда приезжают... То есть прям олимпийские стандарты. Да, самые настоящие. Туда приезжают к нам просто проверить, как едет машина, так как повторюсь. Гонок не было давно, кто-то поставил новые запчасти, кто-то вообще новый автомобиль купил. Кстати, немножко я в правилах, ну, множко я в правилах не разбираюсь, у вас могут участвовать вообще все. То есть мужчин могут соревноваться с женщинами, да, разные весовые категории могут схлестнуться вместе в одном заезде. Или есть какие-то ограничения? Да, конечно, участвовать могут все. Единственное ограничение, чтобы автомобиль был технически исправен. Чтобы у него не было грыж, килл на колесах, чтобы не было течи и масла, бензинок. Ну, мы-то заплатим за безопасность. Так вам можно на техосмотр, да, приходить? Если пропустили, то все хорошо. Техническая инспекция присутствует, да. Автомобиль исправен. Хорошо, если вы говорите, что заботитесь о безопасности участников, то как заботитесь о безопасности гостей на трассе? То есть где вы как-то, где на это можно будет смотреть? Как-то, может быть, отодвигаете там трибуны, нет трибуны, есть, нет? Ну, безопасность всегда была самым основным, всегда была в самом большом приоритете в автоспорте. Мы не исключение. Все протяжение трассы, то есть 402 метра, по которой будет происходить разгон, и потом еще на торможение отведен участок, он больше по стандартам, чем 402 метра, порядка 700 метров получается. На всем этом протяжении не будут допускаться ни зрителей, ни автомобильники, либо посторонние предметы, как раз для того, чтобы не произошло, не дай бог, какой-нибудь беды. Смотреть можно будет либо из закрытого парка, ну, со старта, либо уже далеко после финиша. Ну что ж, удачи вам побольше зрителей. Сергей Жарков, организатор автогонок, был сегодня у нас в студии. Ну, если вы любите автогонки, если вы любите автомобили, вы знаете, что делать в эти выходные на Старой Пашининской трассе. 28 и 29 июля можете стать как зрителями, так и участниками соревнований. Ну, а далее у нас реклама.